Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию невероятно вкусный и полезный сироп из лепестков чайной розы. Роза делится женщинами своей красотой, любовной магией, плодовитостью, силой и ароматом. Применение царицы цветов упоминается в летописях разных стран. Отзывы о ее красоте и свойствах встречаются в стихах и прозе. Еще древние римляне активно использовали ароматические и лечебные свойства легендарного цветка, применяли его в кондитерских и кулинарных изделиях. Чайная роза обладает способностью очищать организм от токсинов. Обладает бактерицидными, антивирусными и антигрибковыми свойствами, поэтому часто применяется при заболеваниях горла, носоглотки, ротовой полости, при стоматите. Обладает мочегонным свойством, применяется при заболеваниях почек и отеков. Применяется и для укрепления иммунитета. Готовим! Смотрим и подписываемся, а также, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, это поможет в продвижении моего канала. Итак, довожу до кипения 1 литр воды, отключаю, добавляю сухие лепестки чайной розы, перемешиваю. Накрываю крышкой и оставляю на сутки настаиваться. После того, как смесь остыла, отправляю ее в холодильник. Стрессы, переживания присутствуют в жизни каждого человека. Чтобы восстановить силы, подарить себе хорошее настроение и успокоиться, пейте чай, но вместо сахара используйте сироп из чайной розы. Через сутки добавляю пол-литра воды, добавляю полторы чайной ложки лимонной кислоты, килограмм сахара, довожу до кипения, кипячу минут 10. Сироп из розы можно разводить водой, получая прохладный или горячий напиток. Можно поливать им мороженое, оладьи, блинчики, сырнички, вафли, можно припитывать бисквитные коржи, а можно и в ликер превратить. Сироп из лепестков чайной розы способствует улучшению настроения и выработке гормона счастья. Одна-две рюмочки в день обязательно окажут на организм самое благоприятное воздействие. После того, как сироп прокипел, я его процеживаю. Лепестки чайной розы я не выбрасываю, пересыпав их с сахаром, отправляю в холодильник и в следующем видео я покажу, где и как я их использую. В процеженный сироп добавляю еще килограмм сахара и провариваю минут 20. Готовый сироп разливаю по подготовленным баночкам и бутылкам. Герметично укупориваю. Храню розовый сироп в помещении. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока!